В эфире девятый выпуск программы «Россия – страна возможностей». С вами ее ведущая Диана Малерова. Здравствуйте. Современные специальности набирают популярность с каждым днем. Они не только интересны, но и довольно востребованы на рынке труда. В этом выпуске мы расскажем о жизни людей разных профессий, а также затронем тему обучения детей школьного возраста. И, конечно же, по традиции познакомим вас с направлениями IT-сферы. Ну что, начнем? Создать виртуальную модель предмета, а затем воплотить ее в жизнь одним нажатием клавиши. Звучит как сценарий к фильму о далеком будущем. Но нет, это реальность. И такими навыками обладают даже дети. Современная компьютерная графика позволяет воплощать в жизнь очень реалистичные модели. Обучают этому на внеклассных занятиях в одной из школ города. Тимур Алексеев – семиклассник. Школьные уроки он успешно совмещает с курсами 3D-моделирования. В прошлом году мальчик создавал различные предметы из досок и фанеры, а в этом осваивает работу на компьютере, моделирует проекты, затем переносит их в печать на лазерный станок. Этот кружок у нас два раза в неделю. Здесь мы, получается, проектируем разные задания. Нам дают задания, мы проектируем их в программе. В 3D-компасе я начала работать только в этом году. В прошлом году мы работали в программе CorelDraw. Нам давали задание. Мы его моделировали и потом вырезали на лазерном станке. Посещает кружок прототипирования и Артемий Камашев. За 4 года он создал немало изделий. В основном это машины, корабли и самолеты. Сейчас он готовится к ежегодным всероссийским соревнованиям WorldSkills. Мальчик надеется, что участникам предоставят выбор. Он хочет сделать осьминога с подвижными щупальцами. Мне уже известно, что нам дадут чертеж, но нам надо будет делать какую-то модель. В прошлом году там была водяная медлица. Моя любовь к математике поможет мне хорошо рассчитывать вещи. Допустим, я сейчас стану изобретателем. Нужна быть математикой, но и тем я сейчас занимаюсь на кружке. Всероссийские соревнования WorldSkills – это возможность получить нужные навыки для будущих профессий. В этом году их планируют провести в Бугульме уже этой осенью. WorldSkills – это международное общественное движение, где дети и подростки могут профессионально реализовываться. В его рамках проходят соревнования в различных компетенциях. А кураторами новых участников становятся победители и призеры соревнований прошлых лет. Один из них – Дамир Гатин. Шесть лет назад он принял участие в своих первых состязаниях. И с тех пор прототипирование стало делом его жизни. Как он пришел к наставничеству, расскажем далее. Проанализировав мою деятельность, то есть помимо соревнований я еще вел проекты различные, я понял то, что мне не нравится сидеть на одном проекте. То есть я хочу исследовательскую работу. И как-то, чтобы компенсировать, я понял то, что преподавание – это лучший способ понять все, что ты хочешь от работы. То есть если я могу обучить кого угодно прототипированию, значит я в прототипировании действительно разбираюсь. Скажи, пожалуйста, за шесть лет сколько и какие изобретения ты уже успел произвести? Первый проект был простой и банален. Это копилка с счетчиком денег. Далее я замахнулся на систему переносного нательного климат-контроля. Это очень интересный проект был, но, к сожалению, достаточно дорогостоящий для школьника, не очень по карманам. Сейчас в разработке находятся часы фирменные из фанеры с интересным дизайном циферблада и новый тип головы для принтера. Помогают ли тебе твои знания и опыт шестилетний как-то зарабатывать уже деньги, возможно, брать какие-то проекты? Да, у меня достаточно большой опыт работы в компасе. За это время я не один раз помог своим одногруппникам и в целом студентам с различными работами в компасе. Также я не раз выигрывал соревнования. Представь, что прошло 30-40 лет. Кем ты себя видишь, то есть кем ты являешься и какие проекты ты уже успел изобрести? Я ударился в программирование, потому что сейчас без этого никуда, а дальше еще больше будет. И, скорее всего, да, произвожу принтеры под своей мархой, ну и около того периферию, то есть различные станки, станочное оборудование. Горит своим делом не только Дамир Гатин. Челнинский сценарист в возрасте 17 лет уже смог вписать свое имя в историю русской анимации. Роман Хацанович стал автором мультипликационной серии для «Союзмультфильма». Кроме того, недавно юноша вступил в ряды учеников ведущего сценариста «Смешариков» Алексея Лебедева. Как Роману удалось довести до финиша такой серьезный проект, расскажем прямо сейчас. Вписать свое имя в историю русской анимации этого события Роман Хацанович ждал с самого детства. По его сценарию выпустили серию мультипликационного цикла «Приключения Пети и Волка». Это один из популярных проектов от создателя «Смешариков» Алексея Лебедева. С недавних пор Роман стал его учеником. Под руководством легендарного сценариста генерировать идеи стало куда проще, рассказывает Роман. Вдохновение пришло. Какие дальнейшие действия? Дальше я могу думать об этой идее очень долго, перерабатывать варианты того, как могут развиваться события в голове. Думать над этим все время, пока я хожу, пока я ем, пока я сплю. И в конце концов я прихожу к какому-то итогу. И этот итог я тоже могу постоянно исправлять. «Живу идеей» – так описывает свою жизнь юный сценарист. Сейчас Роману 17 лет, он успешно учится в школе. После планирует продолжить обучение в университете. Направление уже выбрал – разработка сценариев для анимационных фильмов. Это жанр, в котором создатель может выражать себя максимальным вариантом способов. Выражать себя как сценарист, как режиссер, как художник, аниматор, даже может быть композитор, актер озвучки. Своей первой работой Роман доволен. Но ввиду нехватки опыта, масштабный проект для «Союзмультфильма» дался ему непросто. Все свободное от учебы время он посвятил работе над сценарием. Юноша всерьез настроен попасть в список лучших сценаристов России, а может быть и мира. Планируешь ли купить в дальнейшем целый шифонер, шкаф для своих наград? Хотелось бы сначала получить награды, потом уже буду думать над шифонером. Тяга к творчеству у Романа с детства рассказывает его мама. С малых лет ему были интересны песни, мультфильмы, аудиорассказы и сказки. После прочтения книжек он придумывал продолжение и даже просил родителей организовать встречу с писателем, чтобы поделиться идеями. В 9 лет Роман написал свою первую книгу. Он написал первую свою книгу, которая называлась «Приключения полчика». И она состояла из множества глав. И он летом вот прям с таким энтузиазмом ее пересказывал. И на каждые дни рождения, на праздники он писал стихи. Например, на 8 марта девочкам, учительницы на дни рождения выступал с этими стихами. То есть творческие задатки у него вот так рано проявились. Сегодня Роман всецело увлечен сценаристикой и режиссурой. Несмотря на юный возраст, успешно. Однако все не так гладко, говорит юноша. Неподвластный для него зверь — это вдохновение, которого он твердо намерен приручить уже в ближайшем будущем. Пока Роман только приручает неподвластного зверя, ученики Челнинского айти-парка уже вовсю кормят его с рук. Идеи и вдохновение у ребят хоть отбавляй. Им всего по 9 лет, а они уже почти стали разработчиками видеоигр. Не верится? Сейчас покажем. Рустаму Галимзянову всего 9 лет, а он уже выбрал будущую профессию. Цель мальчика — стать новым Арком Цукербергом, основателем крупнейшей социальной сети в мире. Но для начала он планирует создать приложение для магазина и видеоигру. Рустам уже освоил фотошоп и теперь учится 3D-моделированию. Самое сложное — это работать в Юнити, наверное. Где? В Юнити. А что это такое? Это программа, где можно создать 3D-игры. А почему там сложно? Потому что там нужно много писать скриптов. IT-направление требует упорного труда. Арсений Башаров знает это с самого детства, когда обрел мечту стать разработчиком видеоигр. Несмотря на сложности, он уверен, что справится, хоть и пока возникают трудности. Я бы хотела что-то создать по поводу Роблокса, но у меня, наверное, не получится. Но я постараюсь сделать. Что такое Роблокс? Роблокс — это такая игра на английском языке. Что там надо делать? Там всякие, можно сказать, паркуры, и проходить карту надо и так далее. WebSkills — так называется курс, где ребята учатся разрабатывать 3D-игры и персонажей для них. Программа игрового дизайна охватывает несколько уровней. Работа в фотошопе, 3D-моделирование и только затем разработка. Игра может быть любой. Все зависит от фантазии ребенка. Допустим, есть три робота. Один робот будет садить деревья, которые будут создавать яблоки. А другие роботы будут их собирать. Одним будем управлять мы, получается, собирать яблоки. И будет у нас противник. Это будет сам компьютер управлять им. И у кого больше очков, получается, нужно собрать 100 яблок, например. Кто быстрее собрал, тот и победил. Курс рассчитан на детей с 8 до 15 лет. Чем старше ребенок, тем сложнее и проект. Однако особых знаний для поступления не требуется. Только умение читать и знания азов работы за компьютером. Всему остальному преподавателя научат. Ну что ж, наш выпуск подходит к концу. Сегодня мы успели познакомить вас с юными талантами. Показали, как в городе обучают детей профессиям будущего. Впереди еще много интересного, но об этом в следующих выпусках. В эфире была Диана Малярова. До встречи 27 октября. Диана Малярова. До встречи 27 октября. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»